На речке, на речке, на том бережечке, мыло Марусенька, белые ноги. Ребятки, сейчас я покажу вам одно из самых моих любимых блюд, оно простое очень. Дело в том, что я родился и вырос на Украине, и там в Закарпатии, Карпаты близко. И вот на меня очень всегда влияла закарпатская кухня, я ее всегда любил и люблю. И вот сейчас я покажу блюдо, которое называется очень странно. Засыпанная капуста. То есть капуста, которая чем-то засыпается. Какая капуста? Чем она засыпается? Вы все узнаете сейчас. Досмотрите до конца, потому что в конце будет уже какая-то итоговая фишка. Я начну работать, конечно, ребята, с лукой и с мясом, потому что какая-то засыпанная капуста может быть без свинины. Вы понимаете меня, да? Я начну, смотрите, с чего. Я сейчас, вот у меня нагревается уже кастрюля. Я сейчас прямо в ней начну жарить лук, друзья. Такое, знаете, неплохое количество лука. А вы сейчас пока сидите и думайте, что значит за засыпанная капуста, чем же я ее буду засыпать. Как на экзамене профессора, знаете, засыпает студентов. Может быть, я чем-то буду засыпать таким капусту. Значит, вот лук. Я всегда утверждаю, что мясо нужно жарить на жарящемся луке, тогда оно не теряет сок. Я всегда начинаю жарить лук, а потом жарить мясо на этом луке. Если в моем блюде, конечно, совмещаются эти два продукта. Вот у меня кусок свинины. Ну, я взял постную свинину, вы можете брать любую. Жирную, нежирную, это не важно. Нарежу ее небольшими кусочками. Кстати, ребята, есть еще одно очень крутое блюдо из капусты, которое называется бигас. Я его готовил уже на канале, я могу вас вернуть к этому видео. Посмотрите уже в видео, которые были выпущены ранее, бигас. Но это будет другая история. Ну, где-то, где-то чуточку похоже. Вот небольшие кусочки свининки. Вот так вот. Вот так вот все вместе сейчас будет обжарено. Ну, а я пока возьму, чуть поменьше рубанул капусту. Я не люблю, чтобы капуста, знаете, такими соплями тянулась на вилке. Поэтому я люблю ее кисленькую капусту. Пройтись по ней раз, два, три, четыре, ну да, на мое количество. И опять во взаимно перпендикулярном направлении. Вот видите, такой получается у меня рисунок. Тогда капуста становится короче и просто удобнее есть. Еще немного я свининку обжарю. Я могу сразу ее чуть-чуть присолить. И вот так вот на нее уже выбросить капусту. Но не буду перемешивать. Пусть мясо еще поджарится немного под капустой. Я не перемешиваю, просто разровняю капусту. Сейчас мясо жарится под ней. Немножко она пропитывается соками самой капусты. Это займет некоторое время. Мне пока нечего здесь делать, потому что все должно сейчас у меня тушиться. Я пока жидкость не добавляю, потому что я хочу, чтобы лучше обжарилось мясо. Поэтому жду еще немного, потом вода и будет тушение какое-то время. А потом уже пойдет тот компонент, который будет являться засыпательным компонентом для этого блюда. Не в смысле, что он будет засыпать, а он будет засыпанный туда. Ну вот, смотрите, уже мяско там обжарено. Сейчас я все перемешиваю. Я могу чуть-чуть присолить. Наливаю воду, и капуста будет тушиться. Она должна так побулькать до заметного размягчения. Она должна стать уже заметно мягче, ребятки. Это может занять, допустим, полчаса времени. Пока это всего лишь обжаренная свинина с луком, в которую мы добавили кислую капусту, водичку. И вот это все мы будем тушить. Поэтому сейчас еще она тушится. Но я пока сделаю ту часть, которая называется, собственно, засыпанная часть. У меня есть пшено. Именно пшеном я буду засыпать эту капусту. Пшено. Это сухое пшено. Сейчас мне, дайте мне, пожалуйста, кипятка. Пшено перед использованием всегда нужно промывать кипятком, потому что оно может горчить, если так не сделать. Поскольку в каждой крупинке может быть маленькая дырочка, где будет углубление с жирком, с растительным. Он может прогоркать. Поэтому пшено часто горчит. Чтобы этот жир вымыть, нужно взять кипяток. Мне Макс принес кипяток. Спасибо. Вот я сейчас, видите, я его сейчас ошпарю в кипятке. Перемешаю немного, чтобы, если там есть прогорклый жир, чтобы он растворился. Солью. Здесь заодно какие-то мелкие скорлупки уйдут. И сделаю это еще разочек. Залью кипятком. Пшено вот так. Вот теперь уже гарантированно, пшено мое не будет горчить. Вот теперь, сейчас я здесь промокну. Когда капуста будет уже иметь тенденцию, ребята, к размягчению, я добавлю пшено. И уже буду варить вместе, тушить капусту, свинину, обжаренный лук и пшено. Ну а пока у нас есть время дать капусте еще немножко побулькать, потому что она только начинает сейчас тушиться. У нас есть полчаса, мы прервемся на полчаса. Ну вот, посмотрите, что капуста уже покипела. И вот теперь насыпает процесс, главное, засыпанная капуста, потому что если засыпаю пшено, промыть это в кипятке. Я могу вот так чуточку по поверхности перемешать просто. Капля еще воды. И все, и работаем дальше опять, опять 20 минут бульканье, чтобы пшено разбухало, и уже мы прибываемся к финишу. Но будет еще один забавный технологический прием, который вы увидите чуточку позже. Вот, смотрите, уже как пшено распарено. Детель могу перемешать. И теперь такая будет еще забелка. Надо это все забелить, немножко подтянуть, загустить, чтобы однородно было. Я вот, смотрите, сейчас положу сюда сметанку, мисочку. Сметанка. Вот забелка, такая забелка, забеливание еды, очень характерно для Закарпатья. Там, например, валят белый борщ, там забеляют свекольный борщ, такой молочной затиркой с мукой. Вот так почему-то. Но это очень интересная штука. Я положу муку в сметану. И сюда еще немного воды налью. Все это равномерно перемешаю. Валю туда, все загустеет, будет такая забелка, такая сытость возникнет. Такая густинка, бархатность хорошая у блюда будет. Это такая, понимаете, простая еда. Она сытная. Видите, здесь есть углевод в пшене. Да, здесь есть клетчатка в капусте, здесь есть свинина. Это сытное, нормальное, хорошее, вкусное, добротное блюдо. Простое, удобное, так сказать, для домашнего использования. Вот сейчас я ее введу. Две минуты, и блюдо готово, друзья. Вот так вот. Сразу все, мука схватила, все соки. Посмотрите, сейчас, как она достаточно аппетитно выглядит в таком вязком немножко виде. Вот совсем еще чуть-чуть, блюдо готово. Считаю до трех. Один. Через 20 секунд будет два. И так далее, и так далее. Сейчас она активно булькнет, так разочек. Взорвется такими глубокими, да, выходами пара. И готово. Сейчас еще чуть-чуть. Все пошло. Вот у нас зазвучало уже блюдо. И вот так вот выключаю. Можно дать чуть-чуть постоять ему. Но мы не будем. Я уже сразу буду его подавать. Такая вот, я бы сказал, знаете, как это можно назвать? Такой кислый кашевый кулеш. Я, кстати, еще приготовлю кулеш, как суп известный. Кулеш, он вкусно очень звучит. А это такое тоже, потому что в кулеше есть пшено, как и здесь. А это такое, как бы основное блюдо в виде такого густого кулеша. Я вполне имею право так назвать это блюдо. Хотя, повторяю, мне очень нравится оригинальное название, которое звучит как засыпанная капуста. Вот так вот. Такая, видите, как бы концепция каши со свининой и с кислой капустой, либо кислая капуста со свининой тушеная с добавлением крупы. Понимаете как? Ну и вот, и, конечно, когда пробуешь такое блюдо, надо его попробовать прямо из кастрюли вот так вот. Я сейчас не буду дергать мясо. Моя задача попробовать, насколько сварено пшено, насколько есть такой хороший кисловатый вкус у самого блюда. Насколько здесь по соли все хорошо сбалансировано и так далее. Зашло хорошо. А теперь компоненты. Килограмм капусты, 2 средних или 1 большая луковица, 400 грамм свинины, на это количество капусты где-то порядка 150 граммов сухого пшена, 4 столовые ложки сметаны, вода и хорошая столовая ложка муки. Вот, собственно, будет так, друзья мои. Я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делиться ссылками, потому что ссылка на канал «Спасибо, шеф» – это лучший подарок, как я всегда подчеркиваю, на халяву. До встречи! Кто, блядь, все унес отсюда, я не понял. Масло растительное стояло, кому оно мешало здесь? Поехали? Да. Режиссера, забудите, епта! Это его нормально стоять. На крылечке твое, каждый вечер вдвоем, Мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и хожу, До расцвета хожу мимо милых окошек твоих. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбил.